ребятки всем привет огромный ну что хочу сказать вам ну доконают нас адамян и своими ремонтами ну ремонт на ремонте и ремонтом погоняет ну и у севы все то же самое уже таскают мебель с колясиком выносят переносят готовят плацдарм для работы для андрюхи сытника который я так понимаю уж очень рвется на подработку денежек не хватает что ли я не понимаю ребят объясните мне кто-нибудь давайте задушевную такую беседу с вами проведем почему севка сам вел привет если ты вдруг такое случится и нас смотришь вот где не нужно ты швыряешь деньги направо налево вот здесь зачем скажите пожалуйста таскать мебель одной рукой ребята одной снимает и одной рукой берет этот пенал и сколь и выносят из комнаты вот это кому надо два грузчика любых возьми два каких-то алканафта заплатим по 200 ладно по 300 гривен они тебе все вынесут переставят поставят ты областичные эти 600 гривен нет зачем нужно таскать эту мебель надрываться я опять про его сетку рабицу колясик в каком прикиде как вы говорите капсула да и заметила что на протяжении всего видео даже куртку не снял пыхтел все тужился но все-таки это мебель какая бы она ни была это сложно и тяжело сам вел снимал эти полосы и ковровое покрытие назовите как хотите пыль я представляю столбом стоит хлопцы одеты чисто вот зачем и кому это нужно вот упираться рогами не заплатить эти три копейки и самим упахивать на этой квартире колясик такой знаете хитро сделанный мальчуга все сам велку призывает потратиться вот не первый раз я слышу от колли такие призывы надо обои поменять надо вот эту мебель выбросить надо новую мебель купить вот все надо купить наконец-то до сам было дошло помните раньше он тоже был такого же мнения потом все-таки прислушался это понимаю в зрителям своим комментарии все-таки читаются и делает выводы слава тебе господи зачем не нужно этого делать это большие траты денег а для аренды квартиры да ты сдаешь вот для квартирантов самый раз ребят сам был не один раз показывал эти обои вот в разных комнатах там достаточно приличные обои светленькие глаз не рвет нет никаких там знаете темных каких-то или гнетущих оттенков все достаточно прилично чистенько нет никаких пятен 1 отметина от дивана я думаю ее можно протереть или на то же самое место поставить тот же самый диванчик кто ее увидит да никто нет ну как-то колясик все знаете норовит закидоны свои воплотить жизнь чтобы севка все-таки потратился потом еще одно предложение от коли подвалила вот сняли этот палас и колясик предлагает надо купить линолеум под плинтус его запустить там все покрасить плинтуса и линолеум будет чисто и будет все красиво зачем спрашиваю я это же самое услышала отсевки но слава тебе господи пол как пол если вы собрались стирать эти паласы да на любой заправке кстати сам был надеюсь вы знаете это есть мойка ковров до на любой ст у вернее есть почистят тебе помоют выстирают эти ковры и будет чистенький в рулончик свернешь привезешь и то же самое застелишь тебе зачем покупать этот линолеум зачем эти новые коврики кому это надо да никому в этой квартире все достаточно прилично единственное правильно нужно сделать вот эти вот потолки переживания у самвела по поводу потолка в одной комнате тот который провис уже мы говорили обсуждали эту тему ребят я повторю с акцентирую внимание может быть вдруг сам был это услышит первая самая большая грубая ошибка я считаю то что сам был приглашает на работу именно для этого потолка который провис потрескался вот висит да видно что уровень абсолютно вот так он пузом прям висит этот потолок он приглашает андрея сытника ладно в других комнатах хочешь дать подзаработать андрюхи пожалуйста там где ровные потолки где нужно счистить эту шубу ровненько отшпаклевать покрасить пусть человек себе работает но здесь в эту комнату но не специалист андрей сытник но не понимает не разбирается человек он не знает с чего начать и как к этому подходить все видели если смотрели у самвела эти видео ребят я там невооруженным глазом видно я убеждена в том что андрей без балды абсолютно чудо там дощечкой пытался стучать что там стучать чтобы сделала главный строитель архитектор хотя не имею к этому никакого отношения поставь лестницу стремянку залезь возьми нож попытайся разрезать у меня ощущение ребят такое что все-таки ремонтом делался эти потолки подшивали с гипсокартоном почему-то у меня вот по внешнему виду визуально мне так кажется но неужели все-таки провалились доски это они должны были прогнить отвалились эти доски и висят и эти люди бывшие жильцы что увидели что потолок провис и взяли просто подшпаклевали уже по провисшему потолку но это было бы но очень странно хотя люди творят все что угодно я могу такое тоже допустить я бы отрезала если режется значит это гипсокартон дырку отрежьте посмотрите на срезе что это еще раз повторяю у меня ощущение что это гипсокартон где-то оторвалась от профиля да и провисла они подшпаклевали покрасили вот уже как она провисла так и есть но не знаю вот у меня такая какая-то мысль больше даже на ум ничего не приходит и конечно же ребят если я ошибаюсь такое может быть я там не нахожусь я сама не вижу хотя бы постучать вот если бы я постучала я бы поняла что это за материал там ну понятно было бы все гипсокартон или не гипсокартон если доски с дранкой отвалились конечно же это нужно все снимать аккуратно все разбирать подшивать новую доску это все нужно делать и это уже капитальный ремонт потолка ну а каком андрея сытники ребят может идти речь но но вы видели андрея но он не знает как что делать вот могу параллель провести вот как эдик только с пластиком да он работает вот только режет пластик и пенит щели из вот этого тюбика пеной шурует бетон треснул пеной зафигачил в потолке пеной зафигачил стены полопались пеной зафигачил от мостка отошла пену запустил я вообще удивляюсь этому мастеру кто его там нахваливает это катастрофа не человек никогда бы в жизни до самых простых работ я бы его не допустила никогда и ни за что даже если бы он сказал что я тебе даром сделаю мне не надо такого мастера не дай бог даже кому-то советовать если человек сам себе в своем доме не может ничего толкового сделать ребят с оговорочкой я не люблю штукатурить и шпаклевать а причем здесь люблю или не люблю это я сейчас все про эдика говорю причем здесь твою люблю ты же делаешь работу которую нужно выполнить у него люблю не люблю он хочет конструктор собирать вот он будет все пластиком фигачить ну хорошо оставим эдика вот я провожу параллель точно так же и андрей он сам когда-то говорил я слышала что я умею и могу и мы это видели до штукатурит хорошо шпаклюет хорошо покрасит это все он умеет но не капитальные работы ребят нужно одного хотя бы вот тот прораб сам в бригада которого работала у тебя в квартире одного человека но привези на машине если коля занят да посади на такси на один час заплати ему за этот час 500 гривен привези на консультацию мужика я не помню как его зовут прораба до который вот всем руководил ремонтом в квартире сам было покажи ему он посмотрит постучит может быть и разрежет глянет и вынесет тебе вердикт и будешь хотя бы знать что с этим делать дальше ну мне кажется ребят это настолько простые вопросы они решаются вот так вот ну по щелчку нет он берет сытника андрея который будешь что этот андре ну я не верю в то что сам был хочет сэкономить но зная севку как он делал ремонт мы видели все да и если уж сделать потолки их переделывать потом уже для себя не нужно будет они уже будут готовы то есть дальше можно продолжать ремонт для себя делать а потолки у тебя уже сделаны так почему с самого начала не сделать все капитально досконально и главное профессионально и качественно но почему-то он идет совершенно другим путем не знаю ребят почему это происходит и так будем смотреть что будет дальше проход происходить с этим ремонтом какие там решения будет сам был принимать не считаю нужным покупать новую мебель я уже говорила вот эти наклеечки которые везде по всей квартире на дверях на стеклах везде они наклеены их нужно смыть вот эта детская мебель с голубыми фасадами вся в наклеечках смывать нужно просто смыть все эти наклеечки тоже заплати женщине 500 гривен возьми одну или та которая у тебя там убирается придет человек за один день все это мелочь эту всю смоет со всех фасадов со всех стекол и уже квартира будет выглядеть абсолютно по-другому свет поменял стало ярче и уже как-то знаете по-другому смотрится это жилое помещение действительно свет играет очень большую роль помещение вот здесь я соглашусь одно дело когда желтый и он такой знаете приглушенные как-то комната визуально кажется и ниже и меньше площадью но если белый и много точек тогда пространство визуально только визуально расширяется но находиться в такой квартире намного конечно же приятнее входная дверь там сам вэл расхваливал его ее такая красивая менять не буду я бы ее заменила в первую очередь она к это ущербно это входная дверь вот эти вот какие-то резьбления ну такое себе удовольствие нет нет еще раз нет но для квартирантов ребят для квартирантов сойдет очень даже хорошо все замечательно и прекрасно кухня сейчас замечательная крексла там она уже в плохом состоянии если выбросить все отмыть для квартирантов повторюсь еще раз квартира в идеальном состоянии прекрасно ничего сам был не нужно вкладывать деньги не нужно покупать никакие линолеум и никакую мебель это лишнее миллион раз повторяю это же самое вижу пишите вы зрители в комментариях ребят жду ваших комментов как обычно пишите до вечернего обзора надолго не прощаюсь всем хорошего дня и хорошего времени суток всем пока